Заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются у каждого пятого жителя мегаполисов. Как утверждают специалисты, это связано со стрессами и с неправильным пищевым поведением. Так диетологи называют комплекс вредных привычек, связанных с приёмом пищи. Сладкое натощак, изобилие жирного и мучного, жареного и копчёного, поздний и обильный ужин, привычка полежать сразу после еды. Если несварение можно отнести к временным жалобам, то и сжога, и боли в желудке, возникающие регулярно после приёма пищи, уже тревожный сигнал. Это первые предвестники язвенной болезни желудка. На сегодняшний день и женщины, и мужчины несут практически одинаковый уровень ответственности в социуме. А желудочно-кишечные заболевания, они очень привязаны, имеют прямую зависимость от того, насколько мы тревожны. И если уровень тревожности высокий, хоть это женщина, хоть это мужчина, хоть это ребёнок, хоть это взрослый человек, то заболевания желудочно-кишечного тракта, они могут закончиться, могут иметь финал в язвенной болезни. Язва желудка или локальный дефект слизистой оболочки образуется под действием соляной кислоты, пепсина и желчи. В запущенных случаях может привести к раку желудка. Наследственность повышает риск развития язвы. Язвенная болезнь желудка протекает длительно, интенсивность её проявления зависит от локализации поражения, стазии болезни, возраста и пола больного. Это всегда боль. Это вот раночка, которая болит, которую мы поражаем, которую мы травмируем едой. Такие люди всегда придут с острой болью. И, как правило, чаще, бывает, они попадают как раз к хирургам, чем к терапевтам. Потом уже терапевтам хирурги отдают таких пациентов. Диагностировать заболевание позволяет эндоскопическое исследование. Оно визуально подтверждает наличие язвы, позволяет уточнить её локализацию, глубину, размер, выявить сопутствующие изменения слизистой. Профилактические обследования рекомендуют проходить регулярно, при отсутствии жалоб, строго раз в пять лет. Если мы говорим о том, что всё надо делать вовремя, в 30 лет пропустили, не сделали, некогда было ФГС, 35 время пришло, надо сделать. 40 лет обязательно надо сделать. Человеку лучше самому обратиться к терапевту, чтобы получить это направление. Это ответственность каждого. Поэтому человек, который занимается собой, помнит о том, что надо себя ремонтировать вовремя. Сегодня такой диагноз, как язвенная болезнь желудка, не обязательно приводит на операционный стол. Главное – своевременная диагностика, внимательное отношение к своему здоровью, соблюдение рекомендаций врачей и отказ от вредных привычек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова